приветствую вас на канале давай в дубай с вами александр родионов я хотел записать это видео про новостройки которые сдают в 2023 году но в процессе подготовки материала пришел для себя неожиданным выводом которыми хочу с вами поделиться это видео про неликвид недвижимости в дубае так что если вы не хотите наступать на чужие грабли то посмотреть это видео она будет полезным для вас начинали кстати друзья все кто не подписался еще на этот канал пожалуйста сделайте хорошее доброе дело подписка лайк колокольчик потому что будущее видео будут еще интереснее и полезнее вдруг вы потеряете этот канал будет очень сильно потом расстраиваться к тому же для тысячного подписчика я приготовил очень ценный приз поэтому может быть именно вы станете этим счастливым обладателем красной ламборгини ой простите я проговорился не суть может быть вы будете тысячным подписчиком на моем канале поэтому лучше не ждите остальных подпишитесь именно сейчас очень приятно очень приятно очень приятно очень приятно у меня на канале уже есть видео в котором я объясняю причины почему россияне и граждане снг покупают в 90 процентов случаев новостройки в дубае только в 10 процентов случаев вторичку и сегодня у меня были абсолютно чистые намерения я хотел записать для вас видео про новостройки которые сдаются в двадцать третьем году и в принципе на них есть большой спрос есть большой интерес по двум основным причинам первая причина они подходят под получение эмир и цайди причем как обычная виза на два года так и золотая виза на пять лет просто зависит от стоимости приобретаемой недвижимости и второе конечно же вы можете уже вот распоряжаться этой недвижимостью жить в ней или сдавать в аренду вот почему проекты которые сдаются в двадцать третьем году они настолько и должны быть интересны но знаете какому интересному выводу я пришел в процессе анализа рынка новостроек со сдачи двадцать третьем году оказалось что у застройщика к моменту сдачи комплекса остаются только неликвидные квартиры да ладно и не то чтобы это для меня стало какой-то сенсационной новостью я и так понимал что самые лучшие проекты в дубае раскупаются на старте продаж а иногда даже до старта продаж но все-таки оттеплилась небольшая надежда но нет я столкнулся с ужасным неликвидом и что я отношу к неликвиду от застройщиков в первую очередь и конечно низкие этажи второе это плохие видовые характеристики например когда ваша квартира смотрит впритык на балкон или стену еще хуже соседнего здания ну и наконец третье это неадекватно завышенные цены которые даже не конкурируют с уже потрепанной изрядно старичкой в этом же районе все все и тогда возникает логичный вопрос может быть все-таки посмотреть в сторону вторички при всех ее минусах а какие минусы вторички вы знаете я знаю следующие первое то что нужно прилетать в дубай на сделал второе нужно при себе иметь все сто процентов стоимости потому что никто вам рассрочку не даст третье нужно иметь как-то перевести деньги в дубай потому что вы не отплатите из россии с белоруссии с украины денежные средства по счету на счет физического лица ну и конечно цены цены тоже на вторички на хорошие объекты кусаются вот они минусы вторички в конце этого видео я вам покажу районы в которых вторичка однозначно обгоняет новостройку но давайте вернемся пока к новостройке и так что я сделал я взял все районы дубая ну самые интересные да и я взял всех застройщиков проанализирую все проекты и сейчас я вам покажу буквально наглядно на примерах что вот они проекты вроде как там квартиры даже какие-то есть но это просто невозможно покупать это просто абсурд недоразумение не знаю это безумие покупать эти квартиры от этих застройщиков этих проектах при том что проект это классный просто уже ничего не осталось проще пойти и купить на вторичном рынке квартиры в этих же проектах гораздо дешевле или лучшие этажи давайте начнем с тяжелого люкса с пальм джумейра на пальм джумейре в этом году сдается как минимум три объекта один кстати уже слово сдан это эллингтон бич хаус на пальм джумейре это мэнсио the palm и азиза мина ну азиза мина отдельная история честно могу сказать я очень отношусь скептически к застройщику азизе но тем не менее у азизе есть проект на пальме и там остался не ликвид то есть там принципе даже можно сказать цены окей но там конечно квартиры не ликвид и сам проект у меня вызывает большие вопросы а вот эллингтон бич хаус и мансио the palm крутые проекты безусловно но там остался остались самые дорогие лоты самые сами по себе проекты супер люкс но еще и самые дорогие вот остались в этих проектах движемся да если пойдем в другую тоже разогретую перегретую локацию как дубая марина то увидим там два проекта кондор марина стар это такая высотная башня у застройщика кондор и здесь остались либо перегретые да то есть либо переоцененные квартиры либо низкие этажи и 5gb очень классный проект все не спорю но резидентских апартаментов уже не осталось остались только гостиничные апартаменты а что такое гостиничные апартаменты их отличие от резидентских прогуглите обязательно пока я не записал на эту тему отдельное видео давайте пойдем тогда может быть в деловую часть города может нам там больше повезет на штамм больший выбор пойдем с вами в бизнес бэй а что у нас бизнес бэй у нас бизнес бэй апсайд ливинг продает его seven tights застройщик с такой очень спорной репутации замоченный после гольф юс резидентс 110 продает селект групп за стерлинг продает омният и мама шелтер продает дэв маргру это все классные в принципе проекты может быть за исключением апсайд ливинг у которого который у меня есть вопросы по локации но даже если мы на них посмотрим то мы увидим что везде во всех этих четырех проектах остался не ликвид или проекты или квартиры с плохими видовыми характеристиками за исключением мамы шелтер мамы шелтер не осталось ни одной квартиры дубай хиллс классная локация не спорю но и мара например в этом году ничего нового не сдается все что и мара строится она будет сдаваться только позже это прежде всего эльвира гольф грант классные проекты но это 26 27 год а вот мало кто знает но в дубай хиллс есть проект привы который сдается двадцать третьем году подрядчиком этого проекта является генподрядчик эмара он взял просто кусочек земли построил там небольшое здание классный проект мы покупали несколько квартир в этом комплексе но тоже остался один ликвид низкие этажи и высокие цены давайте сходим в район желти классный тоже район очень людям нравятся потому что там переход и ты попав сразу в пляжную зону дубай марина и здесь выскочил проект мидор и все о нем знают только ленивые вообще о нем не снял хотя бы какой-нибудь рилсик вшивенький и вот конечно же в мидоре все прибежали потому что сдача двадцать третьем году комплекс уже построен и вроде застройщик классный надежные уже можно походить по квартирам посмотреть по выбирать размели сразу все дешевые студии признаюсь честно я тоже для своего клиента взял там студию за 800 тысяч дирхам что считаю неплохим ценником для этого района но сейчас там уже ничего интересного нет там остались дорогие студии миллион триста дирхам но какой миллион триста дирхам за студию в джилте но это просто уже я бы сказал неприлично даже такие цены людям предлагать однушки под два миллиона это тоже какой-то абсурд для спорного в принципе проекта с точки зрения известности застройщика слова сказать это застройщик больше известен по строительству офисных зданий поэтому риски там тоже присутствуют определенные понимаете да но тем не менее цены уже не адекват выбора нет а вот он проект мидор что у нас в двадцать третьем году в народном районе gvc который славится своей массовой застройкой а в районе gvc у нас орудует застройщик бенгатти который штампует здание за зданием луна опус шмопус хейтс криксент и так далее вот и вот у бенгатти целых три здания сдается в двадцать третьем году и это здание бенгатти луна бенгатти криксент бенгатти корнер и ни в одном из этих комплексов уже не осталось квартир что ж можно поаплодировать бенгатти за то что хорошо продают и быстро строят и еще один небольшой проектик есть в живи си это лума 21 тут все классно здорово застройщик к town x сейчас строит лума 22 аксу сказать у них сейчас еще будет один проект интересный также в gvc очень хорошее качество квартир 0 в лума 21 вот бери не хочу ну и наконец мой любимый крик harbour в котором вечно ничего нету изготован но тем не менее мы знаем что сейчас там строится достраивается большой кластер низкоэтажных домов крик бич и вот там много разных билдингов sun beach sunrise все связано с сан солнцем но ни в одном конечно же из зданий квартир от застройщика не ту почему потому что изначально они продавались в к вид продавались очень дешево с рассрочкой конечно же и хорошо раскупили каким выводом я вас подвожу если брать проекты со сдачи в двадцать третьем году то у нас получает следующей истории что брать конечно выгоднее вторичку если заходить новостройку в дубае то надо конечно заходить на ранней стадии строительства еще раз говорю лучше даже вообще до сдачи лучше вообще посмотреть мои обзоры где я рассказываю про недооцененные районы дубаи и туда зайти потому что там вы получите максимальный прирост цены не от сдачи в аренду заработаете от роста капитализации вашей недвижимости выраженный в дирхамах привязанных долларов если вам нужно что-то понятное вот такое пощупай да уже в двадцать третьем году заселиться или сдать в аренду конечно вторичка рули более того есть ряд районов где вторичка просто вне конкуренции то есть вот если нравятся эти районы смотрим только вторичку и сейчас я эти вам районы подсвечу и вот эти пять районов в которых брать новостройку я бы не рекомендовал бы но зато если вы берете недвижимость для жизни для собственного проживания или для сдачи в краткосрочную аренду посмотрите к слову мой выпуск про краткосрочную аренду holiday homes вот в этих районах вторичку берем и много зарабатываем на посуточной аренде какие-то районы это прежде всего конечно дубай марина это даунтаун это дубай крик харбор это дубай хиллс и этот дорогущий район blue waters к слову на blue waters уже ну можно сказать вообще ничего не строит но зато на вторичке можно прекрасно заработать потому что там есть отдельная супер платежная аудитория которая готова брать по сути по любой цене только предложи им хорошее качество отделки и видовые характеристики друзья напишите пожалуйста в комментариях согласны ли вы с моими аргументами согласны ли вы с тем что до двадцать третьего года у застройщиков дожил только не ликвид и что такая тенденция будет сохраняться согласны ли вы с тем что в некоторых районах имеет смысл приобретать только вторичную недвижимость ну и если вы собираетесь дубай или может уже в дубае напишите давайте встретимся кофейку попьем может куда-то сходим погуляем музей будущего например мы же в дубае друзья ладно надолго не прощаемся увидимся в следующем видео пока